Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире интервью с президентом Республики Западной Армении Арменаком Абраамяном. Армения получит помощь от ЕС для повышения авиационной безопасности. Обсуждение законопроекта о геноциде армян запланировано 10 декабря. Центр Тумо разместится в историческом здании вокзала Капан. Медицинская бригада гуманитарной миссии отправила медикаменты в медицинское учреждение Алеппо, ремесла Западной Армении Ерзенка. В Париже издан том альбом Атум с подписью Арао Шакана. Самый старый ковер в мире армянского происхождения. По телевидению Западной Армении президент Республики Западной Армении Арменак Абраамян рассказал о региональной напряженности, мерах по смягчению последствий Арцахской войны и проблемах, волнующих Западную Армению. Он представил закон об автономии Арцаха, отметив, что право на самоопределение часто путают с независимостью, приведя в качестве примера случая нарушения международно установленных границ на суверенной территории Республики Армения, развязанной Азербайджаном. Он также упомянул, что начавшееся в 1988 году общенациональное движение, главной целью которого было освобождение Арцаха до Западной Армении, и в конце призвал всех армян объединиться, сказав, «Все армяне пострадали, они должны понять, что у нас есть много работы для защиты Родины». Принимая во внимание отношения между Арменией и ЕС в области авиации, Европейская комиссия окажет содействие Республики Армения в исправлении недостатков и повышения авиационной безопасности. Об этом сообщает Офис Евросоюза в Армении. Принимая во внимание отношения между Арменией и ЕС в области авиации, о чем свидетельствует подписание соглашения об общем авиационном пространстве, Еврокомиссия окажет содействие Армении в исправлении недостатков и повышения авиационной безопасности, говорится в заявлении. Европейские союзы Республики Армения подписали соглашение об общем авиационном пространстве Армения-ЕС, которое основывается на общих высоких стандартах авиационной безопасности и управления воздушным движением. Национальный комитет Великобритании сообщил, что после предложения правительства Великобритании о геноциде армям в мае и принятии в июле прошлого года законопроекта о признании геноцида Джоном Спеллером, второе чтение в Палате общим Великобритании запланировано на 10 декабря. Историческое здание Капанского железнодорожного вокзала, построенное в 1932 году, вскоре будет возрождено под Тумо-центр. Придерживаясь своих целей, Центр творческих технологий Тумо продолжает расширять свою деятельность, используя не рабочие, но исторические ценные здания. Символично, что центр будет построен в здании с особой историей и архитектурной ценностью. Конечно, построить новый намного проще, чем отремонтировать старый, но очень важно придать новый дух, новую жизнь старой структуре, которую мы унаследовали, сказала генеральный директор Тумо Марилу Папазян. По данным Центра, реконструкцию и подготовку здания намечено завершить в 2023 году, после чего центр откроет свои двери для более тысячи молодых людей, проживающих в Капане и соседних общинах. Образовательная программа Тумо дойдет до Сюника до того, как закончится реновация здания. В ближайшие недели в Капане будет установлен ящик Тумо, который после начала работы центра будет перенесен в другой населенный пункт региона. 1 декабря 2021 года медицинская бригада армянской гуманитарной миссии при сотрудничестве с посольством Сирии в Республике Армения доставила в Алеппо более 3,5 тонн предметов медицинского назначения. Представители здравоохранения выразили благодарность армянским врачам за ежедневные поставки медикаментов. По их словам, армяно-сирийские врачи прилагают совместные усилия для оказания помощи пострадавшим. Таким образом, несмотря на ряд ограничений и сложностей, связанных с эпидемией COVID-19 в Алеппо, группа гуманитарной миссии Армения продолжает выполнять свою работу на высоком уровне. Город Ерзенка в Западной Армении был еще известен в средние века как крупный центр торговли. Город – один из опорных пунктов Великого Шелкового пути, благодаря своему положению на транзитных торговых путях. Многие изделия города были хорошо известны и пользовались большим спросом на восточных рынках. Знаменитый путешественник XIII века Марко Поло, посетивший Ерзенку в 1270-х годах, сообщает, что в городе производится лучшая в мире хлопчатобумажная ткань букрам. В городе были красивые фигуры, а из меди, добываемой в провинции, создавались различные медные сосуды и предметы, особенно декоративные люстры. Во второй половине XIX и в начале XX века основными отраслями ремесленного производства в Ерзенка были текстиль, кожа и медь. Территория Ерзенка потеряла свое былое значение в качестве транзитного центра международной торговли после прибытия османских турок, но осталась одним из торговых центров Османской империи из Персии. Арао Шакям – фотограф, представивший свои работы в разных форматах и на разных платформах. Автор поблагодарил инициаторов издания книги, в частности армянского писателя из Парижа Григора Бельдиана за то, что он внес в книгу особую заметку. Некоторые из представленных фотографий показывают, что этот Томо Шакана является результатом его фотографического путешествия в Ливан, где он сосредоточился на армянском поселении Бурдж-Хамуд, представляющем большую ценность для депортированных армян. О Бурдж-Хамуде можно писать долго, но примечательно то, как проживающий в США фотограф смотрит на Бурдж-Хамуд, который живет и дышит армянами. Об этом на своей странице в Facebook написал исследователь исторических материалов Хажак Сериканян. Самый старый ковер в мире армянского происхождения. Ковер V века до н.э. был найден в одной из гробниц Сибири. Известный ковровед Урих Шурман считает ковер армянским, так как можно разглядеть армянский стиль вышивки. К тому же выводу пришли и специалисты Эрмитажа, отметив, что нити ковра были окрашены красной червеничной краской, созданной в Араратской долине. Армянской считается техника двойного узла, которую перси называют баффом армана, то есть армянской работой. Подобные ткани были найдены в Кармир-Былур и Арани. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!